здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу рассмотреть нож отечественный российский называется он грифон нож производства города ворсма компания сара компания существует по сей день ну вот это один из первых ножей которые производились в том числе конечно такое старое клеймо лось до голова лося ну на сегодняшний день клеймо другое по-английски написано сара лось в полный рост вот было когда-то вот так компания образовалась девяносто шестом году на скажем остатках до закрытых заводов в городе ворсман ножевых заводов да то есть мы помним наверное что там когда-то был завод производственное объединение октябрь до завод складных ножей он же и производил огромное количество складных ножей ну и вот собственно после закрытия этого завода да вот образовалась компания сара подобрала так сказать достаточное количество специалистов с этого завода ну наверно прикупила какие-то станки тоже так предполагаю вот такой вот агрессивный вид клиночка шпинек для удобства лайнер лог фиксация идет светлое дерево видим да такой интересный утолщение здесь вот тоненько боль стыда или прикин называют по-разному его на двух 300 винтов под крестовую отвертку ну и вообще нож очень мягкий очень гибкий единственный у него минус то что у него есть присутствует вертикальный люфт но его сложно показать но он есть поверьте мне конечно же нож не новый еще раз говорю 90 нулевые годы но состояние у него очень хорошие ну если использовался использовался очень мало нажить и уже не продаются не выпускаются найти достаточно сложно давайте посмотрим размеры клиночка размеры ножа 23 сантиметра у нас получается полностью 10 сантиметров клинок ну и до шпинька у нас восемь с половиной сантиметров сталь используемая в этом ноже 65 х 13 такая очень распространенная собственно сталь получается нержавеющая сталь до стали становится нержавеющей при содержании хрома более 13 процентов встали ну и как мы можем понять из маркировки стали до 65 х 13 хрома здесь как раз 13 процентов вообще на самом деле вот если вы говорите о компании сара она одна из немногих выпускаемая выпускающая ножи делающие ножи именно в российской федерации то есть в россии все это производится если мы возьмем к примеру компанию nox то они ножи заказывают в китае ну понятно кизляр тоже производит ножи в россии но в кизляре честно признаться там достаточно разнообразное количество компаний производящих ножи не черт но условно собственно от их количество ну вот друзья такой вот туристический до карманным сложно назвать его ножом очень тяжелый в кармане достать таскать его достаточно сложно туристический нож конечно же для охоты для рыбалки для походов каких-то до туристических ну вот мне нравится своим дизайном но к сожалению его уже видите люфт присутствует вот так друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки и всего доброго